Ночное ЧП в селе Дальнем неизвестный Устроили стрельбу по автомобилям Мы измучились и дети наши мучаются Проблема покрытая плесенью Почему жители пятиэтажки в Корсакове Не ждут оттепели Взятки от рыбопромышленника Новых свидетелей по делу Хорошавина Допрашивают в Южно-Сахалинском суде В этом году планируем Посадить кукурузу Ячмень Посевная на старте, как аграрии готовятся К началу весенних полевых работ В селе Дальнем неизвестные Расстреляли припаркованные автомобили Предположительно злоумышленники Использовали пневматическое оружие ЧП произошло около часа ночи Во дворах улиц Полевой и Байкальской По предварительным данным Поврежденными оказалось не менее семи машин На пульт оперативно-диспетчерской службы И к участковому владельцы пострадавших Транспортных средств Обратились в 10 часов утра По отзывам всех, кто участвует В нашем чате по обсуждениям Что здесь криминалы существуют Цели могут быть разные Может быть коммерческие Кто-то хочет, чтобы пользовались их услугами Может быть установщики Может быть тех же самых стекол Либо стоянщики Разные могут быть версии Предполагать можно сколько угодно Надо разбираться По сообщению пресс-службы островного УМВД К полудню на место прибыла следственная оперативная группа Как выяснилось, из автомобиля ничего не пропало Сейчас обстоятельства ночного происшествия выясняются Тем временем прокуратура области Начала разбирательство По факту обрушения наледи на двух женщин Трагедия произошла 15 марта В Южно-Сахалинске С крыши дома по улице Крюкова Рухнула ледяная глыба На место происшествия Прибыли сотрудники скорой помощи Которые доставили пострадавших В медицинские учреждения города Одну из женщин пришлось экстренно прооперировать По неофициальным данным Сейчас она находится В нейрохирургическом отделении Сахалинской областной клинической больницы Прокуратура города Южно-Сахалинска Организована проверка По факту схода снега с крыши жилого дома Степень вреда здоровья пострадавшим И обстоятельства происшествия устанавливаются В проверке привлечены правоохранительные органы По результатам проверки Будет дана оценка Ответственности виновных должностных лиц А также при наличии оснований Будут приняты меры реагирования По данным мэрии Южно-Сахалинска Здание обслуживает управляющая компания Старый дом ЖО5 Они утверждают, что снег с крыши убирался накануне Хотя и не полностью Ситуацию под личный контроль Взял глава города Сергей Надсадин Семьям женщин по его распоряжению Окажут посильную помощь и поддержку Отепель испортила жизнь И нескольким жителям Корсакова Из-за воды стены в квартирах домов По улице Парковой покрыты плесенью И сыплется штукатурка При этом капитальный ремонт крыши дома там уже был Наши корреспонденты выяснили Кто же ответственен за коммунальное безобразие Ремонт в детской это всегда приятные хлопоты Но только не для Юлии Чепиковой Листами ГВЛ они маскируют черные от плесени стены Жизнь на пятом этаже для этой семьи превратилась в ужас Почему мы не делаем ремонт? Ну как нам говорят Вы не делаете, это ваши проблемы, что вы живете Начинаем отшкрябывать, шелкоблок То есть все это сносим Оттуда губка как губка просто вот так течет Сделали ремонт на кухне два года назад Вот в прошлом году все отвалилось Соседка по этажу Юлии Татьяна живет в этом доме 30 лет И уверяет, что проблема дырявой крыши началась с момента постройки дома С 87 года, с 88 мы начали ходить писать Начало течь, начался холод Акты нам писали, все это писали Эти акты в администрации у нас перефотографировали Все это сделали Идешь в суд, в суде обязательно какой-то бумажки не хватает Погрязнув бюрократии и плесени, жители Парковой все же добились капремонта крыши Его сделали в 2011 году По сути, просто залили плоскую крышу гудроном Спустя 6 лет течь возобновилась В управляющей компании разводят руками и сетуют на конструктив крыши И недобросовестное отношение к жилью собственников квартир Собственники должны все равно поддерживать в своей квартире Какие-то там технические, элементарные, делать ремонт в конце концов В данном климате такая крыша не рекомендует себя с положительной стороны Это будет исполнено в весенне-летний период При благоприятных погодных условиях То есть устранены будут недочеты, какие-то там мелкие затекания, которые есть Вот такие мелкие затекания, которые в итоге превратили квартиру в место для разведения мицелия Станут крупными со дня на день В плюсовые температуры у жильцов парковые Резиновые сапоги с тазами – самые востребованные предметы Но в администрации, похоже, не торопятся исправлять ситуацию Все, что от нас требовалось, мы направили Мы написали письмо в фонд капитального ремонта О том, чтобы включили в 2017 год, запланировали При наличии финансирования работы будут выполнены Последняя надежда у Татьяны и Юлии на решение фонда Без помощи которого жалуются корсаковские чиновники Они не справятся Анна Ковальчук, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ Еще троих свидетелей допросил Южно-Сахалинский суд по делу Александра Хорошавина Первой стала Эльвира Лапина Она была главным бухгалтером рыбопромышленника Анатолия Осадчева Она рассказала, что снимала дивиденды со счетов компании Со слов своего начальника на взятки за рыбоучетные заграждения Деньги якобы получал Сергей Каревкин, экс-заместитель председателя правительства Он возглавлял областную комиссию по регулированию добычи анодромных видов рыб По этому эпизоду ему вменяется получение 12 миллионов рублей Мог ли Осадчий потратить деньги, полученные им в качестве дивидендов На свои нужды, не отчитываясь ни перед тем Полно? Допрос от свидетеля поддемонстрировал то, что этот свидетель просто косвенный Он знает все со слов и утверждает, что было или не было то или иное событие Которое указано в обвинении нашим доверителям Просто не является свидетелем конкретных действий А просто является свидетелем слова За экс-чиновника вступился второй свидетель Сергей Сарафанников Глава предприятия Прибой Корсаков В суде он заявил, что незаконных действий со стороны Хорошавина и Каревкина не было И назвал последнего интеллигентным человеком Еще один свидетель обвинения Максим Козлов Руководил Сахалинокурильским теруправлением в 2009-2010 годах По его словам, члены комиссии зачастую, но не всегда поддерживали Каревкина При этом Асачи получал разрешение на лов рыбы на общих основаниях Допрос свидетелей продолжится 17 марта Темпы и качество строительства жилья для молодых специалистов Обсудили сегодня депутаты областной думы После доклада главы регионального минстроя Вадима Залозного Многие народные избранники рассказали, что к ним поступают жалобы на то Что новые квартиры построены на скорую руку И не соответствуют заявленному качеству Свой доклад министр строительства региона Вадим Залозный начал с цифр 537 семей молодых специалистов переехали в бюджетное жилье только в прошлом году Кроме того, программу расширили и ввели сертификаты Которые можно использовать для получения государственной поддержки при покупке жилья В целом, темпами строительства депутаты остались довольны Претензии возникли по качеству построенных домов Вкладываем бюджетные средства Когда громко об этом говорим Когда привлекаем людей А по факту что получаем? Сплошные жалобы Я считаю, что это недопустимо Тем более у нас же есть специалисты У нас же есть министерство У нас есть и ведомства, которые призваны за этим следить Представители других фракций тоже выразили озабоченность к качествам жилья Но при этом отметили, что ситуация не безнадежна По мнению справедливого Росса Эдуарда Тарана Главное, что специалисты жилье получают И контроль есть Просто его нужно усилить Программа, она работает Работает нормально Дома строятся Выдается жилье молодым специалистам Есть такие существенные проблемы По моему мнению Это качество жилья Сейчас принимаются меры Идут всякие мероприятия По выявлению недостатков Лидер либерал-демократов В областной думе Василий Шадрин заявил Спрашивать за качество введенных в эксплуатацию квадратных метров Нужно не с министра строительства А с тех, кто занимается непосредственно работами на участках Если строят строители некачественно То и происходит такое Надо бороться, наверное, не за счет привлечения к этому министерства А за счет привлечения тех, кто является исполнителями, застройщиками Также депутаты посетовали на недостаточное количество построенных Благоустроенных домов в сахалинских селах По мнению народных избранников Молодые врачи и педагоги Гораздо охотнее поедут на север острова Если им предоставят жилье с централизованным отоплением И с удобствами в квартире, а не во дворе Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ И сегодня же областные парламентарии Поддержали инициативу регионального министерства соцзащиты О введении новых мер поддержки населения Малоимущие семьи с детьми будут раз в квартал Бесплатно получать продукты питания местного производства 17 тысяч таких наборов уже подготовлено А молодым малоимущим семьям при рождении ребенка Компенсируют затраты на покупку коляски и комплектов для новорожденного По словам министра соцзащиты Елены Касьяновой В этом году бюджет ведомства увеличился на 800 миллионов рублей Всего в регионе пакет дополнительных мер поддержки Насчитывает свыше 120 пунктов По этому показателю Сахалинская область Является лидером на Дальнем Востоке Предлагается расширить направление использования Средств регионального материнского капитала С четырех видов до восьми А именно на ремонт жилых помещений На приобретение транспортного средства А также на предоставление ежемесячной или ежеквартальной выплаты по выбору гражданина Законопроект предусматривает оказание адресной помощи Меры соцподдержки будут оказаны сахалинцам, которые крайне в ней нуждаются Этим законом все, кто до сегодняшнего дня Не до сегодняшнего, до даты принятия закона, если это произойдет Все, кто получал, они будут продолжать получать свои льготы Депутаты областной думы приняли предложенный законопроект в первом чтении На следующей неделе запланировано заседание специально созданной рабочей группы На которой будут определены максимально четкие критерии нуждаемости Чтобы ни одна группа сахалинцев не осталась обделенной Добро пожаловать на праздник Активисты молодой гвардии «Единой России» сегодня провели пикеты В нескольких проходимых точках города Молодые люди приглашали жителей и гостей региона На торжественное мероприятие, посвященное крымской весне Юноши и девушки раздавали флайеры с информацией о предстоящем событии Оно состоится в ближайшую субботу в 11 часов на площади у здания правительства Сахалинской области Будут концерты, веселые программы Мы, молодогвардейцы, жители нашего города, приготовили сладкие подарки В общем, приглашаем всех жителей города Южно-Сахалинска, Сахалинской области на это мероприятие Надеюсь, что, наверное, сходим с ребенком Мы придем, конечно, всей семьей Продолжится торжество выступлением творческих коллективов Кроме этого, в рамках празднования запланирована сельскохозяйственная ярмарка Там можно будет приобрести вкусную и свежую продукцию по ценам от производителя 10 тонн кормовых культур с одного гектара Такую планку поставили перед собой островные аграрии Подготовка к посевной кампании в совхозах области уже началась Чего и сколько будут сеять, знают мои коллеги Рабочий шум в ремонтных мастерских совхоза Южно-Сахалинске не смолкает с утра до вечера Здесь чинят сельскохозяйственную технику Там задний мост что-то у него загремело, зашумело, разобрали Тут радиатор потек, тасол Совхоз Южно-Сахалинский увеличил свои активы Его объединили с бывшим комсомольцем Теперь он один из крупнейших сельхозпредприятий области Планы на посадку соответствующие В план поставлен в Министерство хозяйства 555 гектаров картофеля, 60 гектаров капусты, 30 моркови и 30 свеклы Некоторые овощные культуры планируют высадить рассадой Для них подготовлены специальные тепличные площади Пять теплиц площадью 1500 квадратных метров Каждая уже покрыта пленкой и полностью готова к приему растений Здесь будет высажена рассада белокочаной капусты А когда она уйдет на поля, ее сменят огурцы, зелени, цветы, бархат, цепетуньи, анютины глазки Особый акцент в этом году сделают на кормовые культуры Совхоз Южно-Сахалинский перерастет тремя новыми отделениями В Тымовском, Паранайском и Углегорском районах откроют животноводческие фермы А буренок нужно кормить и желательно вкусно В этом году планируем посадить кукурузу, ячмень и другие культуры для кормления скота Новая германская сельхозтехника предназначена для вспашки и баранования земли, давно не видевшей плуга В области планируют распахать под корма более 8 тысяч гектаров залежей Важность задачи подчеркнул губернатор на рабочем совещании Не очень много земли в Сахалинской области И наша задача наиболее эффективно использовать И особенно в части молочного животноводства и в последующем мясного животноводства Минеральные удобрения, из лесникового мука, средство защиты растений практически от 65 до 90% тоже заготовлены Пассивную ориентировочно начнут в середине мая Вера Рудакова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ Больше тысячи незаконных свалок насчитали чиновники и общественники в Сахалинской области Системно взяться за них решили представители островного отделения Общероссийского народного фронта Они представили проект под названием «Генеральная уборка» В его рамках появилась интерактивная карта бытовых отходов На которой тремя цветами обозначат захламленные территории Красным пометят самые грязные места Желтым те, на которых уже начали разбирать завалы А зеленым уже убраны Общественники подчеркнули, что сейчас они только в начале пути В настоящее время на карту нанесли только 4 красные точки Сообщить о скоплении строительных и бытовых отходов сможет любой сахалинец Места, где мы собирали грибы, сейчас они уже не растут Там свалки Это вот тещин язык знаменитый Там садовые участки вокруг Мост идет на Извесковый Там все завалено мусором Это третья пасть Проект действует при поддержке областного министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Два острова счастья с судьбе, творчестве, карьере и личной жизни Актрисы Чеховцентра Елены Денисовой посвящена статья в свежем выпуске газеты Губернские ведомости Издание запустило очередной конкурс название Человек года Актриса поборется за победу в номинации Успех 2017 Напомню, конкурс проводится издательским домом ежегодно Его итоги будут подведены в конце года Подробности на сайте skr.su А свежий номер толстушки уже в продаже Продолжаем выпуск Шедевры мировой музыки прозвучали в стенах киноконцертного зала Комсомолец Причем в исполнении всего двух инструментов На домре и балалайке сыграли солисты государственного ансамбля имени Людмилы Зыкиной Несмотря на молодость, Луиза Нуреева и Владимир Дунаев Изъездили с концертами в десятки стран мира Теперь их мастерство потрясло и сахалинских любителей музыки Музыкальное представление началось с пьесы «Кукушка» От французского композитора Луи Клода Дакена Францию сменила Италия Сначала прозвучали вариации на тему Паганини Когда-то балалайка не считалась серьезным инструментом Однако это мнение впервые опроверг российский балалайщник, дирижер и педагог Павел Нечпоренко Он первым продемонстрировал не только виртуозность владения русским народным инструментом Но и доказал, трехструнка тоже может солировать Новые доказательства многогранности балалайки привел Владимир Дунаев Причем в союзе с Домрой Хотя композиции, созданные для Домры и балалайки, найти сложно В этом отношении сейчас достаточно стараемся активно работать Работаем с современными композиторами, которые для нас пишут И мы этому очень рады Поэтому потихонечку набираем репертуар Когда-то исполнение скрипичной музыки балалайкой и Домрой скептики считали музыкальным мавитоном Однако время показало Дело не в инструменте, а в мастерстве исполнителя Домристы и балалайшники очень часто исполняют скрипичный репертуар Это и произведения Сарасата, и, опять же, Паганини, Равель, Бацини То есть мы уже со студенческой скамьи, можно сказать, все время обращаемся к скрипичному репертуару Государственный академический ансамбль «Россия» создала прославленная советская певица Людмила Зыкина в 1977 году Она же являлась его бессменным руководителем После смерти великой артистки коллектив назвали ее именем Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ Воспитанники семи детских садов Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Невельска и Долинска сегодня вышли на лыжню Скоротечные соревнования прошли в рамках 7-й областной спартакиады У кого-то получалось быстро совладать с лыжами Кто-то падал, но настроение у малышей было на высоте Все увидела наша съемочная группа Гимн России без слов мальчишки и девчонки оживляют живым вокалом Еще бы, ведь каждый день вместе с воспитателями шлифуют нетленные строчки Сергея Михалкова Предстартовый мандраж пытаются убрать ростовые куклы Заряд оптимизма выдают Машенька и ее друг Медведь, а также ежик Его то и дело дети норовят кольнуть лыжной палкой Погодка сегодня, конечно, не весенняя, идет снег И тем не менее, на настроении малышей это не сказывается Им подобрали самую оптимальную дистанцию 100 метров Интервал раздельный 30 секунд Стиль хода классический Движение строго по нарезанной лыжне равнина Родителям и педагогам на длинной прямой некоторых малышей приходится подгонять Я маленько волновался, вдруг у меня не получится Но потом я набрался терпения и смог проехать Кирилл сегодня завершит 100 метровку на восьмой позиции На первой строчке среди 14 мальчишек с результатом 25,33 секунды Оказывается представитель сборной Долинска Володя Творогов Старт принимали и девочки Я становлюсь очень сильной девочкой Россия Дети у нас очень хорошие, так как идет очень большая подготовка от родителей Потому что с родителями не с трех лет ходят на лыжах В саду мы, конечно, позже это начинаем Но мы у них усовершенствуем все эти навыки Среди девочек первой спустя 24,21 секунды Финишировала Виктория Савлук Из детсада Аленушка областной столицы В командном зачете ее садик взошел на вершину пьедестала Позади местная незабудка и сборная Долинска Игорь Антипов, Максим Махин, телекомпания ОТВ Рыбная мука как один из основных компонентов национальной кухни Кореи Секреты приготовления омук лепешек из рыбной муки узнали наши корреспонденты Репортаж из Республики Корея смотрите прямо сейчас в рубрике «Наши соседи» А у меня на этом все, до свидания Корейский подход к питанию, максимальная рациональность и польза Мясо из лаков здесь едят гораздо меньше, чем овощей и морепродуктов В корейской кухне популярны лепешки из рыбной муки омук Из таких рыбных лепешек делают салаты, которые называются панчан Они подаются к основной пище и можно сказать, что они постоянно присутствуют на столах В Портовом Пусане для знакомства туристов с этой традиционной пищей даже открыт центр В котором можно познакомиться с особенностями приготовления лепешек омук Белое клейкое тесто нужно несколько раз силой шлепнуть на стол После чего придать желаемую форму и украсить натуральными красителями Логотип телекомпании ОТВ на такой лепешке выглядит вполне достойно Мастер-классы в центре кулинарии посещают не только туристы Корейцы приходят сюда семьями, чтобы познакомить детей с тонкостями национальной кухни Ма Ти Цзы – студентка из Китая, учится в местном университете В Китае похожего блюда из рыбной муки нет, так что это вдвойне интересно сделать что-то новое Из рыбного теста можно даже сделать пиццу с колбасой Такие сочетания вполне допустимы Кулинарные шедевры в течение 20 минут приготовят на пару и упакуют в коробочке Съесть их желательно свежими, так они принесут максимальную пользу Омук можно увидеть на каждом лотке корейского уличного фастфуда В них заворачивают овощи и морепродукты, нанизывают на шпажки и поливают острым соусом Это популярное недорогое блюдо пользуется в Корее особой любовью Юлия Юдина, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ В предстоящие сутки на островах ожидается облачная с прояснениями погода В Ахе ночью 15-17 мороза, днем до 8 градусов ниже нуля В центральной части значительная облачность без осадков В Александровске-Сахалинском ночью минус 10-12, днем от минус 4 до минус 6 градусов В Тымовском ночью до минус 15, днем 4-6 мороза В Смирныховском районе облачно, ночная температура до 6 градусов с минусом, днем 1-3 ниже нуля В Углегорске погода без осадков, температура ночью 4-6 с минусом, днем от 3 до 5 градусов мороза В Паранайске облачно, ночью минус 4-6, днем минус 1-3 градуса В Макарове значительная облачность, температура ночью минус 6-8, ночью 2-4 мороза В Долинске без осадков, ночью до 7 градусов ниже нуля, днем минус 1-3 На юго-западном побережье, в Хомске и Невельске малооблачно, преимущественно без осадков Температура ночью около нуля, днем до плюс 3 В Аниве облачно с прояснениями, ночью до 8 градусов мороза, днем от минус 2 до минус 4 В Корсакове ночью 2-4 мороза, днем до минус 2 градусов На Курильских островах значительная облачность, облажной снег, температура в течение суток до минус 2 градусов В Южно-Сахалинске 17 марта ожидается пасмурная погода, без осадков Температура ночью минус 6-8, днем до минус 3 градусов Впервые в России салон представитель крупнейшей корпорации «Хенде Левард» и фирмы «Хансэм» Лидера в производстве кухонной мебели в Азии, а также впервые на Сахалине Классическая мебель по антикварным французским образцам Уникальные люстры и светильники Современный классический дизайн, приемлемые цены, комфорт и высокое качество Современный классический дизайн, приемлемые цены, комфорт и высокое качество